Дыхание. Делается оно очень просто. Единственное есть предостережение. От дыхания нельзя делать слишком много, если вы не готовы. Надо делать очень небольшими порциями и чувствовать, насколько вы готовы. Почему? Потому что оно настолько расслабляет, сужает суть. Даже в лоб можно купаться, если делать достаточно долгое время. Дыхание очень простое. Понаблюдайте за своим телом. Оно будет охлаждаться сейчас. Кто умеет делать язык вот так, трубочкой? Понятно все. Кто не умеет делать язык, просто чуть-чуть высовывает вперед. Как называется дыхание? Ситали. Сита? Ситали. Ситали. Ну, его иногда называют там чуть по-разному. В принципе, классическое это ситали. Дыхание ситали. Макушку не забываем тонуть вверх и не забываем мулабан. Дыхание очень просто. Я сначала покажу, потом повторяю. Смотрите, если язык, я показываю язык расслабленный, потом показываю язык кубочек. Смотрите, я просто на вдохе я делаю такой шипящий звук. Выдох просто носом. Если у вас язык трубочкой, то же самое, только... Чем медленнее вы будете делать дыхание, естественно, не надо специально задерживать, но медленнее, тем быстрее будет достигаться эффект. Очень важно не забывать мулабан, чтобы эффект был полный. Попробуйте в своем режиме, не делайте больше 15-20 раз. Естественно. И наблюдайте за процессами в теле. Мулабанха всегда, форева. Это не значит, что она слишком ржатая. Она чуть-чуть поджатая. Ее не надо сейчас сжимать. Это мы сейчас делаем просто пранаяму. Сейчас не надо это ни крия, ни какие-то специальные задержки, банхи. Мы сейчас просто идем пранаяму. Она чуть-чуть всегда поджатая. Мулабанха это целая... По ней можно провести целый семинар по мулабанху. Не то, что там одно занятие. Но в двух словах это выглядит так... Давайте сейчас подышим, я потом расскажу про мулабану. Пробую. Это получается эффект типа собака, да? Когда язык расцессовывает? Да. Ну, чуть-чуть похоже. Только тут чуть-чуть по-другому. Попробуйте подышать. Можно направлять дыхание в живот, вниз живота, и потом распределять по всему телу прохладное дыхание. Можно представлять серебристый свет. А выдох носом? Нет, это кажется, что мы лежат, чара. Заканчивайте, пожалуйста Слишком много делать не нужно Это почти не когда слишком много жар Как ощущение? Есть ощущение охлаждения тела? Правда, да? Вы можете это использовать Я, например, просто даже в городе где-то бываю Ну такая жара бывает невыносимая У меня слишком много питы И я чувствую часто дискомфорт Я пошел сюда в машинку Я нашел место в кровночке Подышал, иду, думаю Что-то может одеть? Прохладно как-то Если у кого-то тоже проблемы бывают Бывают слишком много питы Она на коже выражается Могут прыщики То хорошо использовать кокосовое масло Кокосовое масло это тоже часть Не только кокосовое Знание о маслах А знание о Абхьянге Абхьянга это втирание тела в масло Это часть аюрведы И это также часть йоги И йогин должен знать, как это использовать Вы можете знать, что, например, если вы хотите разогреться очень сильно Вам надо втирать горчичное масло Если вы хотите разогреться умеренно Вы втираете кунжутное масло Можно с разными добавками Если вы хотите умеренно разогреться Умеренно Если вот прям вам сильно надо разогреться Прям огонь Да, да, горчичный А если вы хотите охладиться То вы втираете кокосовое масло Могу поделиться опять своим опытом Очень легко делается как Об этом я нигде не встречал этого описания Но идеально работает Идете в душ Принимаете душ Заканчиваете в конце прохладным душем И не вытираясь Начинайте втирать масло Там есть целая система, как втирать Но это тоже тема отдельного занятия Я сейчас заостряться не буду Что там прямым образом мы втираем масло Мы энергетические каналы прокачиваемся И оно как бы заходит внутрь Понимаете, да, масло Кокосное? Любое масло Есть система, как втирается масло Для того, чтобы оно зашло Даже в мокрому телу масло же? Да, именно в мокрое тело Любое масло, попробуйте, просто попробуйте Такое тело Втирать в мокрое тело Во-первых, вам нужно быть намного меньше масла Во-вторых, все масло Если масло качественное Но все впитается очень быстро Обычно хорошее масло Любое, кокосовое Кунжутное, горчичное Впитывается в тело В течение пяти минут Пять минут Вы можете там в ванной Или где-то в душ Или в другом месте Постоять Или мыть И я обычно Там еще убиваюсь Вышел, и ты раз Все впиталось Виамет, ничего-то не надо Это мазать диван Если качественное масло Если это не дезодорированное Нерафинированное Если это не масло С какими-то химическими добавками Оно полностью впитывается В любое тело За пять минут Вне зависимости от конституции У ваты впитывается быстрее За две минуты Все На самом деле Апьянга Это очень Важная практика Я сам Не всегда Достаточно внимания уделяю Но Если вы будете делать Апьянгу Ваши результаты Диоги могут увеличиться Просто в разы Также очень важны КРИ То есть очистительные процедуры Есть серьезные Ну такие как Например Трикарма Если слышали Это просто Не за пять минут Тоже объясняется Но Есть определенные Инструменты Многодневные Очистительные процедуры КРИ Которые позволяют На внутреннем уровне Тело Быстро очистить И тело моментально Увеличивает свою гибкость В разы Увеличивает свою выноску Увеличивает Увеличивается объем легких Просто потому что Мы убрали Шлаки Есть эти процедуры И Я вот сейчас тоже Недавно общался с Югом И он говорит На батаре Мы общались Там С другом Айурведисты Йог И он говорит Я когда сделал полное Я все время Не мог закончить КРИВ Я сделал Десятидневную КРИВ Она не слишком сложная Достаточно комфортная Ну Нужно Он говорит Я сделал те АСАНи Которые я не мог сделать вообще Я сделал полностью закрытый ЛОТОС С наклонами И так далее И так далее То есть ваши результаты Вы можете практиковать Несколько лет И стоять на одном месте Потом делаете Очистительные процедуры И вдруг Стали Все делать очень легко Сразу стали Крутым йогой Поэтому Обращаю ваше внимание Не хочу сказать Заклинаю вас А хочу сказать Обращаю ваше внимание На то что йога Она идет шире Чем просто физические упражнения Здесь очень много знаний Они вроде бы Не являются прямыми Непосредственно Вот прям Но они Дают Мощный эффект Оздоровительный эффект Эффект практики И так далее Лябхьянга Одна из них Кто пробовал Лябхьянга Кто-нибудь пробовал Лябхьянгу Когда-нибудь Масло втирал Полностью в тело Какой эффект Вы ощущаете Кожа напитана Она вызвана Особенно для ваты Я могу сказать Я сам У меня У меня У меня У меня врожденная Конституция Это вата Хотя Я не выгляжу Слишком ватическим Но я Я испытываю Эти проблемы С ватой Вата считается Самой худшей Для йоги И я могу сказать Что когда я делаю Ахьянгу Это Очень сильное ощущение Даже не знаю С чем сравнить Тело Просто Вы становитесь Таким Вам хочется Сразу Танцевать И занимать Это все Делая 5-10 минут Максимум Поэтому я Очень рекомендую Тех кто практикует Регулярно Хочет увеличить Свои результаты Попробуйте Опьянгу Но Очень важный момент Опасно Делать Опьянгу Если у вас Конкретно Зашлакованное тело Поэтому Это для тех Кто ведет Достаточно Чистый образ жизни И не кушает Мясо Желательно И всего остального Потому что Эффект может быть Если у вас Зашлакован Сильный организм Эффект может быть Обратный Тело на себя Тянет И Тело Отпитывается в масле Начинает идти в мышцы И может Начаться Отторжение Вот этих Шлаков Интоксикация Интоксикация Да Поэтому Если вы не видите Чистый образ жизни Я не рекомендовал Это делать А там Так что Все кто Более-менее Придерживается Чистой Диеты Очистительных Процедур Естественных Это можно пробовать И это дает Ушимешный Хорошо Друзья Я не знаю Как у нас По времени А? Да Я хотел спросить Может быть Есть какие-то вопросы Пожелания Предложения На самом деле Я собирался Вас сильнее прокачать Мне сказала Аня Ну так Я думаю Несчастлив Тогда Я вижу По вашему ощущению Достаточно Информации Заходит Может быть Какие-то вопросы Вы подумайте Я еще здесь Часик буду Схожу на пляж Можно меня поймать И все Секреты Которые За много лет Практики И путешествий По разным секретным местам Индии Я все отдаю Ничего не делаю Только если это может быть Для вас опасно Тогда я не буду Закончим на этом Или еще Я собирался дать вам И Пранаямы Еще посерьезнее И мудрые Собирался дать И Мантры попеть немножко Как вы Насколько вы настроены Обед Обед Я думаю Достаточно На сегодня Достаточно Поэтому я Прилогаю всем Всех удобно Поддыхать Совсем чуть-чуть Давайте поддышим Нади Шадгана Для того чтобы Мы уравновились Это все Нади Шадгана Или Анулом Вилом Это дыхание Которое очень часто Используется Югами Для того чтобы Уравновились Своем организме Если вы Волнуетесь Если у вас Какие-то Нерешенные проблемы Есть много разных способов Но Нади Шадгана Он очень простой Очень мягкий Он разрешен всем Беременным женщинам Старикам Всем Есть много способов Также в разных школах Исполнения Я покажу На мой взгляд Очень простой Который Может быть даже Например Старый человек Я получил этот метод В парампоре От людей Которые непосредственно Получали у Мастера в Гунди И поэтому Это авторитет Каким образом Работает Не работают две руки А работает одна рука Мы ставим средний палец На Агия Чакру А указательный палец Пойдем на нее Указательный палец В юридической традиции Считается Не очень чистым Поэтому мы пальцами Не показываем На кого-то Понимаете Что там идет энергия Иногда негативная Таким образом У нас будет работать Безымянный палец И большой Если вы положите Очень легко Мы можем Менять Мы не сильно Зажимаем нос Не нужно давить Вот здесь Такие две ямочки С одной стороны И с другой стороны Носа Вот если на них Чуть-чуть нажать У вас уже не будет Потоп воздуха И мы должны Чуть-чуть прижимать Понятно? Давайте попробуем Начинаем Всегда Только для очень продвинутой Можно начинать С другой ноздри Начинаем всегда С левой ноздри Запишите это себе Пожалуйста Всегда начинаем С левой ноздри Если мы будем Начинать с правой И мы будем Действовать активно Мы можем себе Проблемы создать Итак Мы вдыхаем Левой ноздрю Сначала показываю Вдыхаем Левой ноздрю Зажимаем Левую И вдыхаем Правую Вдыхаем Правой ноздрю Зажимаем Правую И вдыхаем Левую Это полный цикл Начинаем С левой Заканчиваем С левой Понятно? Для того Чтобы сделать Для того У кого же Легко Это идет Можно попробовать Работать С ритмами Например Вдох На одну мантру Или на Четыре счета Задержка На восемь счетов Выдох На шестнадцать счетов Или Одна мантра Две мантры Четыре мантры Понятно? Ну у кого-то Есть какая-то своя мантра Кто-то говорит Он Кто-то говорит Харикришна Кто-то говорит Он Он Насшивая Понятно? Можно попробовать Всем остальным Просто В удобном режиме Попробуйте Десять Двадцать Дыханий С левой Начинаем Правая Опять через правую Вдох Выдох Левую Закончили Начинаем С вдоха Начинаем Макушка Тянется Мула Банка Корела Двадцать Редактор субтитров Продолжение следует...